доброе здоровье уважаемые посетители канала ну что разберем ваши комментарии с упоминаниями я вот включил компьютер и сразу начинаю читать и комментировать тут как раз такой такой комментарий попался вакуларт один час назад на видос зелье масла тиграна годовой опыт применения так петрович здравствуйте 18 лет рост 193 весит 70 килограмм конституция ветер да типичный ветер сильнейшее поражение организма холодом по глупости весной 15 лет три года назад впустил впустил под холодной водой при простуде при простуде но не психологически сложное детство депрессия 14 лет много странных ошибок и глупых действий совершено теряя из-за этого прекрасных людей которые бы со мной общались потерял ощущение реальности жизни но как говорится серьезно психологически сложное детство к сожалению да ребенок взрослеет можно так сказать переходит во взрослую жизнь видит различного рода ситуации и не знает как как в них себя вести поэтому поэтому и знаете еще из из-за чего что 14 лет ты уже понимаешь но из-за обстоятельств допустим которые в семье сложились вокруг ты не самостоятельен в плане чего в плане того но материального обеспечения то есть ты живешь в семье допустим ну примерно в семье в которой как бы сказать совершаются такие вещи неприглядные ты против этого хочешь как-то протестовать но ты не можешь это сделать ты еще не понимаешь как это сделать и ты целиком зависишь от этих людей поэтому и возникает вот это вот депрессия но это я не знаю что в этом случае возникло но так у меня сложилось мнение из-за чего примерно может вот депрессия быть 14 лет много странных ошибок и глупых действий совершено но здесь здесь не надо себя винить жизнь и для того нам дается чтобы мы с вами совершали ошибки чтобы на этом на этих ошибках мы в конце конце учимся как нам следует вести себя с тем или иным человеком это вот как раз это идет школа жизни школа которая обучает тебя как надо поступать как не надо поступать это вполне нормально вот теряя из этого прекрасных людей вот тут конечно как-то надо оценить оценить человека насколько он для тебя важен и ну не хочу сказать что держаться за него но что-то подобное так потерял ощущение реальной жизни ну реальную жизнь конечно конечно это все можно обрести и кстати кстати если сильнейшее поражение организма холодом то естественно все циркуляторные процессы в сознании идут вот таким вот образом и человек действительно он теряет ощущение реальной жизни вот первая рекомендация что можно здесь сделать это это посещать парную посещать в ванну то есть сделать прогрев в ванной обязательно втирать в тело оливковое масло причем это эти процедуры довольно таки часто надо делать особенно связанные с прогревом кушать теплую пищу типа типа знаете вот размазни такой этот каша очень хорошо гороховый или фасолевый суп который вот так вот знаете вот типа пюре пюре с с маслицем и в качестве напитков использовать кисели то есть чтобы вот эти вот процессы которые слишком быстро идут в организме циркуляторные чтобы именно пищей маслом теплыми процедурами их как бы притормозить их нормализовать то есть это важно понимать чем это делается это делается не таблеткой не таблетками это делается совершенно иными вещами о которых я вам говорю дальше из наиболее мешающих симптомов сильная слабость естественно сильная слабость будет то есть вот человек может плохо спать а сама по себе депрессия означает что у человека отсутствует первое это мотивация к жизни стимулы к жизни а второе это утрата энергии которая необходима для того чтобы жить чтобы знаете вот чтобы ощущать этот жизненный поток вот я перед вами постоянно выступаю снимаю себя рассказываю вам и вы естественно смотрите на меня смотрите какой у меня энергетический потенциал у меня огромный интерес к жизни во всех ее проявлениях то есть берите с меня пример сильнейшая слабость кисты гайморовых пазух но это говорит о том что что там в гайморовых пазухах здесь бы здесь бы я все вам показывал вот он у меня там и лежит это табачок нюхательный табак значит это почаще нюхать кисты если уже кисты это говорит вообще о том что плохое пищеварение я даже видите дальше не читаю но посмотрим плохое пищеварение что тут обилие там слизи всевозможной которая служит рассадником того что возникает вот этих гайморовых пазухов плюс возможно неправильное дыхание то есть человек когда поражен этим самым холодом перевозбуден жизненный принцип ветра то он раздышивается он дышит слишком часто поэтому для того чтобы сам организм притормозить это дыхание он только раз начинает разного рода делать закупорки так киста шишковидной железы вот это уже сложно вот это уже сложно что там что там киста шишковидной железы для того чтобы возникла киста шишковидной железы туда что-то должно попасть такое в результате чего грубо говоря организм организует полость чтобы эту штуку которая попала это может быть паразит какой-нибудь чтобы ее как-то изолировать и ликвидировать от себя и нормально работать так заложенные уши нарушим слух да это все следствие заложенные уши нарушим слух это все от сильнейшего поражения организма вот этим вот жизненным принципом ветра который когда он перевозбужден синюшные руки мерзнуть плохое кровообращение а злоб такой что ничего делать не хочется заторможенность и заторможенность да поэтому вот то что я сказал в ванны парная прогрев втирание в тело оливковое масло если там стул козий этот значит вставляем свечи сливочного масла кушаем все теплое одеваем все теплое шерстяное и тогда тогда как то это все пойдет значит очень хорошо из первых кстати блюд есть харчо очень хорошее блюдо для того чтобы загасить вот этот ветер это харчо особенно наваристое жирное с этим самым пускай там на говядине там будет или на баранине там будет риса чтоб там знаете густой перца чтобы она давала вот это еще вот этот томат красный все это было все это прекрасно действует то есть вот эти блюда как можно тогда чаще надо есть так очищение питания даже по конституции не помогает я не знаю что за очищение вы делаете что за питание вы делаете очищение во время когда перевозбужден жизненный принцип ветра никакого очищения не делать вплоть до того что и голодание не делать это все очищение будет способствовать что делает очищение очищение пытается усилить увеличить циркуляторные процессы в организме разного рода для того чтобы все это выбросить из организма это усиление жизненного принципа ветра то есть мы вроде бы думаем очищаемся а мы добавляем этого ветерка и получается еще хуже питание я не знаю что там вы питаетесь даже по конституции не помогает так оливковое масло горячие ванны силовые упражнения немножко помогают значит оливковое масло горячие ванны силовые упражнения ну постольку поскольку немножко помыла больше делать больше делать горячих ванн больше была череда глубоких покаяний и нравственных кризисов знаете то смотрите вот человек если как бы сказать у него перевозбуждился ветер то вот это то что я вам сказал прекрасно работает останавливается но если у человека вот это вот череда глубоких покаяний и нравственных кризисов вот эти покаяния и нравственные кризисы оказывается они еще более сильнейшим образом перевозбуждают жизненный принцип ветра потому что человек для того чтобы разобраться где покаяться разобраться в этом нравственном кризисе он должен войти в него он должен его пережить он должен в нем разобраться это огромная работа со стороны энергетических процессов в организме причем самых тонких процессов которые знаете все возбуждают то есть наше сознание это самый сильнейший как возбудитель всех вот этих потом физиологических процессов так и успокоить здесь очень важно успокоиться раз вы покаялись то человек в результате покаяния и нравственного кризиса он пережив этот процесс он значит делает для себя выводы что вот так то поступать не надо и тут то надо и успокоиться дальше чтоб это все не действовало на вас то есть вы как я сказал да жизнь такая штука наделали ошибок того и сего вы значит разобрались с них действительно там осознали покаялись изменились да этот процесс который требует огромного резерва ваших сил пересмысления жизни всего-всего-всего-всего это революция у вас там идет такая знаете внутри вашего сознания внутри вашего организма но вот это все кончилось переходите к мирной жизни к мирной жизни так далее чувствую что не хватает еще чуток чтобы вернуть себе полноценную жизнь вот не хватает чуток в первую очередь в первую очередь надо осознать что после того как вы прошли вот этот нравственный кризис то есть что-то в чем-то вы разобрались то что раньше считали что вы делали неправильно покаялись успокоились сказали я так больше не буду делать я буду жить совершенно иначе и все и вы и вы далее начинаете вот так вот жить и как бы сказать постигать новые реалии жизни для того чтобы вот вы ощутите ее полноту этой жизни и радоваться то есть полнота жизни заключается в том что вы радуетесь радуетесь буквально таки на пустом месте тому что вы живете радуетесь вдоху радуетесь своему мышлению радуетесь тому что вам позволили и жить и дышать и мыслить и прочее прочее вот то есть здесь работа в сознании и плюс вы еще помогаете для того чтобы успокоиться вот то что я вам перечислил питаться процедуры там ходьба там делать то есть успокоиться в сознании и если вы не успокаиваетесь в сознании то все эти мероприятия дают ну какой-то половинчатый эффект ну человек чувствует что не то он получает что бы хотел это хорошо ощущается так так себя ощущаю духовно кастрированным не знаю как лучше выразиться а зачем вам вот это вот ощущать духовно кастрированным дело в том что когда возникает ну насколько я могу понять возникает как бы внутренний разбаланс того что вы хотите и с тем что есть вы хотите вот того то того то грубо говоря там в духовном плане а жизнь показывает совсем другое совсем другое тут еще возникает один вот этот как бы сказать этот самый разбаланс несоответственно того что у вас в сознании вы хотите и того что творится в мире поэтому поэтому надо это мое мнение да и мнение других надо принять мир таким как он есть надо принять жизнь такая какая она есть и причем можно подумать она где-то несправедлива на самом деле она очень справедлива почему потому что какими-то плохими вещами она вам показывает как не надо жить она вас обучает этому процессу а без этого обучения как бы узнали что такое плохо что такое хорошо и вы отказываетесь естественно и нормально от всего вот этого плохого то есть вот тут у вас начинается ваш духовный или личностный рост то есть вы начинаете разбираться в жизни во всем этом и понимаете ее справедливость кто не разбирается там идет на дно кто разбирается значит вот действительно он идет идет дальше становится и духовно сильнее и нравственно растет и личностный рост и даже материальный там все это может быть вот то есть он начинает понимать не хочу сказать что свое предназначение но он начинает успокаиваться вот это вот очень важно видите как я со всех этих вещей перешел в успокоенное состояние ума это тоже такие интересные вещи происходят да жизнь там кто-то спешит кто-то едет кто-то еще что-то делает кто-то столько всего тут еще землетрясения какие-нибудь пандемии и так далее и так далее но вы то вы то это все вам показывает что ценно что ложно к чему стремиться к чему не стремиться и критерием вот этого вашего стремления правильного является ваше спокойствие ваша вот уверенность в том что вот это тот мир который катится в тартарары на самом деле это явление такое какое и должно быть но все это справедливо и вы в нем чувствуете себя спокойным вы можете уголок для себя так сказать найти этого спокойствие ну пусть да они там спешат а вы вот так вот дальше пробуй циркуляторное дыхание уже третий месяц не надо циркуляторное дыхание в этом случае циркуляторное дыхание циркуляторные процессы убыстряет и вы никогда не выйдете из этого состояния перевозбужденного ветра нет никаких быстрых вещей медленные прогулочки все можно очень хорошо если у вас есть возможность это плавать там в теплой воде каждый день значит дыхание третий месяц каждый нет это неправильно в вашем случае это это усугубляет ваше состояние так но не чувствую почти ничего так в тупике иначе бы не писал ну хорошо что написали так моя дианетика попросил близкого человека дальше пробовать дышать а может дианетика я значит хочу вам сказать так конечно существует масса различных методик которые успешно проводятся с помощью там допустим инструктора но если инструктора нету если инструктора нету вот выбирайте такие методики где вы самостоятельно все это можете сделать а так как я вам тоже тут зачитал перечислил все эти вещи да вы самостоятельно все можете сделать без какого-то там этого инструктора так пожалуйста дайте совет если можете я как не живой это больно я вам дал я будем говорить где-то где-то так сказать вошел в ваше состояние это тоже важно понимать что вошел в ваше состояние и то что я знаю то что я считаю я вам посоветовал так прошу прощения мысли путаются так и есть вот это знаете мысли путаются потом человек чувствует себя все время виноватым да вы распакайтесь если что-то сделали и все дальше отпускайте ситуацию не надо чтобы эта ситуация вот постоянно что вы непрощенные что вы грешные вы совершили какой-то противоправный проступок и он у вас давит давит покайтесь так и скажите я это не буду делать чтобы это все изменилось как правило прощение идет тогда когда вот как бы сказать внешние признаки вот вы думаете думаете как кого-то простить или еще что-то сделать вот слезы у вас в конце концов накатываются вы рыдаете и это вот происходит все вы очистились дальше не надо опять накручивать этот процесс на себя оживите по-новому я так не буду то есть грубо говоря там поступать с женщинами как я там поступал вот так вот все я значит совсем по-другому ну так примером так мысли путаются да они и будут пытаются сознание затуманя да это это все признаки первоизбужденного ветра память нарушена да памяти никакой это все знаете влетает информация влетает для того чтобы была крепкая память должно быть хорошая хорошо выраженный жизненный принцип слизи то есть капха по индуски капха по нашему как я так перевел слизи то есть я возможно первый человек который перевел вот эти вот сложнейшее понятие вата пита капха в ветер желчь и слизь и растолковал что собой означает ветер что собой означает желчь что собой означает слизь то есть слизь это жизненный принцип слизи это дает вам крепость крепость разного рода как ткани так и знаете вот таких процессов когда что-то вошло и оно у вас раз засело осталось так могу неразборчиво писать да это все перевозбуждение ветра человек там пишет в голове сумбур насколько я понял насколько я понял я понял так просто хочу стать чистым и красивым внутри человеком чистым и красивым внутри человека значит конечно требует большой работы над собой большой работы над собой которая начинается с того вот знаете многие вот эти вот методики которые психологические там что-то там вам будут тренинги методики мани 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 при этом просить все это начинается у светоча с самого простого что я изложил а это это как образуется сознание как оно образуется то есть мы начинаем с азов как оно образуется далее как оно работает какие особенности что за процессы идут и и все это значит когда вы видите вот вы видите допустим сложный механизм и эти часы для вас кажутся вот единым целым каким-то они могут спешить они могут отставать или еще что-то там такое происходить но когда вы разберете вот этот сложный цельный механизм на составляющей шестеренки там эти самые пружинки винтики вы увидите вот из чего оно складывается и где допустим могут у вас возникать затыки я это разобрал для себя более того я выложил это более того я скажу как светоч я опередил в этом вот этих всех современных психологов и так далее курсы шмурсы которые делают что человек понимает что им движет как формируется как это работает и благодаря этому знаете вот интересно благодаря всему этому что я прошел что я сделал для себя я чувствую себя совершенным человеком человеком который себя сделал из простого сделал светоча так ладно так так и вы можете стать но не светочами а допустим прожекторами грубо говоря так а стать чистыми и красивыми внутри людьми это тоже большое вообще достижение большое достижение чистый красивый внутри человек он слышит вот этот создателя своего он живет в согласии с ним и он живет в довольстве и радости и при этом при этом еще вот это довольствие и радость он распространяет вокруг себя это очень интересный феномен и так и надо вообще там жить так исцелить себя ну чем я и занимался до этого сначала это было там допустим какие-то там грубо говоря там геморрой вот меня там мучил потом там даже видите я уже и не вспомню еще там что-то там такое было ну вот если взять последнее это боли в суставах позвоночниках исцелил и подымаю подымаю хожу знаете вот после того как у вас болели суставы там допустим плечевые там локтевые тазобедренная спина или еще что-то такое знаете она даже вот эти самые вот эта шея может так ужасно болеть что проблемы быть с печенью там с почками и когда вы это все решите и почувствуете что вот этого нету тех привычных болей которые вас досаждали или грубо говоря если взять немножечко повыше тех каких-то назойливых дурных мыслей это тоже человек болен болен у сознания его больно из-за того что какие-то навязчивые мысли какое-то знаете угнетенное состояние вот это да а вы все это прошли и вы совсем по-другому ой ой как пошла я сейчас энергия ой я сейчас закричу закричу от счастья и радости пошла энергия понимаете пошла энергия и вы впустите вот это все вот это темноту вот этот ссор вот это все эту вонь психологическую эмоциональную из себя выбросить и вы почувствуете красоту запах понимаете благородство чего-то такого чтобы осознать да вы же сами по себе короли с королевами да а что же мы свели себя на уровень плебеев так заболели эхе хе 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 ехе хе хе ехе хе хе ехе хе хе ю мое а их исцелить себя вдохновлять делать что люблю естественно и вы найдете себя и что вам нравится начнет делать. И даже то, что вам нравится, оно может стать вашей профессией, кормить. Ну, опять-таки, вот, на Светоча посмотрите. Я стал, будем говорить, одно время был профессиональным писателем, сейчас как-то это все кончилось. Потом был профессиональным ведучим. Ну, а сейчас вроде как я тут блогер. Что-то там пишу, рассказываю. Ну, хочу вернуться. Это, да. Музыкент, сочинитель, стихол. То есть, все откроется. И не просто вот такие вот вещи. Я просто, знаете, технику, как бы сказать, ну, не то, что я недолюбливаю, хотя я ей там увлекаюсь, потому что надо знать, там устроена как машина, то, сё, пятое, десятое. Но вы можете и в техническом отношении найти какие-то решения, как инженер, и проявиться. то есть, все в ваших руках. Делать, что люблю, а так, проработать свой негатив. Благодарю. И проработайте свой негатив. Все это можно сделать. Не забудьте, конечно, оценить мое, так сказать, это самое старание, которое я проявляю. Информация, которую я с вами, так сказать, щедро делюсь, она вообще-то есть. Она разбросана там, сам, где-то, знаете. Но вот это все взять и откуда-то, и сложить в красивую картину вот эти все пазлы, это, знаете, действительно дорогого стоит. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка Огоньками нас манит. И веселись, веселись, веселись на кровь, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в таргер нас дает, Радостью любого ждет, Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебства мы жадно ждем, И подчерканье бокалом Хоть и счастье в каждый дом. Огоньки нас манит. И веселись, 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 веселись на кровь, Наступает, наступает Новый, Новый год. Огоньки нас манит. Он врачу нам несет, Он в таргер нас дает, Радостью любого ждет, Это Новый, Новый год. Радостью любого ждет, так и спи, дружок сердечный, наливай в бокал с корри, Загадай свое желание И под званку ром-поп-пэй Рис-силейс, рис-силейс, рис-силейс Так ром Наспай, настопай Новый, новый год Эй! Мы влачем нам весёт Тон фатарки раздаёт Расилю в хорощё Ча-эт-та-та Новый, новый год Эй! Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.